Не могу сказать, что у нас очень крупное производство, и это, наверное, является плюсом, потому что я знаю много людей, у которых оборудование занимает огромные цеха, которые, мне неизвестна их судьба сейчас, вывезли они это все с небезопасных регионов или нет. Звучал вопрос, чего не будет никогда у меня после войны. Ну, наверное, действительно, очень бы не хотелось иметь малонедвижимость. От войны уезжать мне уже не впервой. В 2014 году, когда начались боевые действия на Донбассе и когда был захвачен Донецк, я уже лишился родного города один раз, до этого я проживал в Донецке. Мы с семьей перебрались в Покровск, на мою родину, я сам уроженец города Покровска, и там стали строить новую жизнь. Рекламное агентство, то, где мы сейчас работаем, рекламный цех, это детище моего отца, оно было основано на далеком 97-м году. Я подключился к работе только лишь там немножко до начала войны, в 13-м году, а в 14-м мы полноценно перебрались в город Покровск и начали развиваться и строить свою новую жизнь там. И все эти годы, до 22-го года, мы строили один большой дом, в котором мы проведем всю оставшуюся жизнь. Но случилось, что случилось, 24 февраля, все мы проснулись в новой реальности. Нужно было определиться с местом, с местом нового места нашей работы. Было несколько вариантов, мы рассматривали Одессу или западную часть Украины. Я просто обзванивал каждого, говорю, слушай, вот такая ситуация, у нас есть мы, мы много чего умеем, у нас есть оборудование, возможно, где-то в каких-то городах есть люди, которые занимаются тем же, либо чем-то подобным, но мы могли каким-то образом дополнить друг друга. Щодо знакомства с Александром, история очень интересная. Он говорит уже во время войны до меня знакомый, и говорит, что коллега хотел бы с тобой встретиться, поспілкуваться. И он рассказал во время разговора о Александра и его кампании. Я запропонувал приезжать к нам, и далее мы с Александром уже в телефонном режиме, через відеозвязок, мы спілкувалися, обменивались информацией. И, по сути, решение было принято протягом трех дней, относительно того, что есть куда приезжать, есть варианты. Так и как президент. Созвонили с Александром. Действительно, условия, которые он предложил для нас, были очень интересны. Территориальное месторасположение, это город Каменец-Подольский, оно тоже является достаточно интересным для нашей деятельности. У нас все происходит сейчас так достаточно форсировано. Это, кстати, отчасти тоже какой-то, знаете, новый опыт. За две недели мы запустили уже 50% нашего производства. Сейчас я в планах на последующие 10 дней запустить остаток нашего оборудования. То есть буквально через 10 дней мы уже выйдем на полноценный объем нашего производства. И мы подойдем к нашей второй задаче. Это непосредственно поиск клиентов. Задача достаточно сложна, так как наши клиенты в Донбассе, они работали с годами. Далее, держи, ждем. До встречи. Первый замок. Рекламный цех уже мает место, работает, есть первые замки. И это меня тишит, потому что я понимаю, что приехал еще звезд, скажем, финансовый запас не такой большой, чтобы тривали час на нем сидеть. Потребные деньги. Сегодня уже процесс. Пошел и Александр Працюнин. Однозначно сюда я ехал с целью строить новую жизнь. Это, во-первых, помогает работать. Ну, достаточно тяжело приехать на новое место, начать созидать здесь, осознавая, что это все временно, и тебе рано или поздно придется вернуться. Это мешает работать. С кем мы общаемся? Все люди настроены продолжать сотрудничество с нами. Поэтому мы с большим нетерпением ждем того момента, когда мы снова сможем, знаю, по каким-то праздникам собраться за одним большим столом, как мы постоянно делали у нас, да, и отметить уже не какой-нибудь там Новый год или чей-то день рождения, а нашу победу, победу Украины. Мы победим, все будет Украиной. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok